Дорогие друзья, вот сейчас мы сделаем очередное интервью с профессором Адамовичем, он же является представителем технического комитета 164 госстандартов Украины. Ну, первый вопрос к Валерию Анатольевичу, вот охарактеризовать с его точки зрения, вообще вот весь рынок, как он функционирует, ваше мнение. Всем, конечно, добрый день. Я, что могу сказать, очень трудно на сегодняшний день охарактеризовать рынок труда, рынок антиквариата в Украине. Почему? Потому что рынок такого, собственно говоря, нет, в моем понятии. Почему? Потому что рынок предусматривает какие-либо экономические законы, которые должны на нем действовать. Сегодня на нашем рынке нет никаких законов. Есть базар. То есть базар, это когда приходишь на базар, видишь то, что тебе надо там покупать, и покупаешь то, что тебе нравится. Что это? И цена оговаривается непосредственно с продавцом. А каких-либо установленных цен на какие-либо предметы, собственно говоря, на сегодняшний день нет. Поэтому, даже если брать галереи, это тоже не рынок антиквариата, потому что галереи не всегда являются собственниками всего находящегося, всего предмета, находящегося у них непосредственно в галерее или в антиквариатном магазине, берется много предметов на комиссию тоже. И, собственно говоря, когда кто-либо покупает, если что-то хочет купить в антиквариатном магазине, он покупает просто предмет, без, как правило, даже без документов. То есть выписывается чек, как правило, на покупку и все. Сейчас, в последнее время, может быть, некоторые галереи дают хотя бы заключение, что это такое искусствоведческое, если у них есть на, скажем, магазине специалист, искусствоведческий, который может сказать, что это такое, и написать на него заключение. А как вам что-то нравилось, купил, поторговался? Рынок, который называют у нас антиквариатным, который происходит один раз в месяц в стране, ну, в Киеве, по крайней мере, он тоже базар. Это множество людей, которые привозят БУ вещи, которые имеют самое иногда сомнительное происхождение, иногда подделки зачастую, тоже продаются на условиях «хочу купить, хочу продать». Вот, нет никаких документов, потому что человек покупает. То есть, сегодня, купив какую-либо вещь на базаре, ты можешь сказать, что я есть собственник, потому что тебе не передают никакого документа, что я купил у кого-либо этот предмет. Вот, потому что хочешь покупать, хочешь, ну, покупай, это базар, это не на рынке, это базар. Я вас перебил. У меня вопрос такой, то есть, получается, что все риски несет покупатель? Абсолютно верно, конечно, покупатель. То есть, государство никак не рекомендует, не контролирует, не помогает? Нет, никак не контролирует, не помогает, потому что, а что он может помочь? Собственно говоря, нет бланков, нет... Институт экспертизы, институт контроля за налогообложением, институт контроля за самими предметами. То есть, на ваш взгляд, вот эти институты существуют или нет? Да нет, существуют. Это пока что на сегодняшний день очень сложный процесс. Вот, в лучшем случае он есть на сегодня в недвижимости, а в Антикориате это настолько большой и объемный ряд, что его невозможно... Да никто не хочет сказать всего, возможно, все возможно. Не хотят просто контролировать, по каким причинам, это вопрос следующий, а сегодня нет этих институтов. То есть, вы уверены в том, что, например, в частности в Украине, это нет рынка, а есть, собственно говоря, джунгли, так он того, кто сильный, тот и прав, да, то есть вещи могут отнять, и ваш вывод о том, что экспертиза, как таковая, не дает уверенности людям в том, что они привлекают подлинность? Или так? В принципе, как бы да. Да, почему да? Я же сказал, что есть некие, некоторые, там, буквально один-два на сегодняшний день галереи, вот галерея, допустим, НЕФ была, она сейчас в Византии, она дает документ о продаже, выписывает сертификат, выписывает искусственное значение, дает человеку хоть какой-либо документ о том, что он приобрел эту вещь в этой галерее. А остальные галереи этого делать не делают, ну, нет времени, нет необходимости, да и никто не спрашивает, никто почему-то не читает закон и смотрит, что в законе, собственно говоря, мы можем получить право только по наследству, если у нас бы прошли по этому, и все было проведено через нотариуса, или же нотариальная сделка, которая прошла через нотариуса с кем-либо, по купле-продаже каких-либо антикуардных вещей, вот, или посуду. Все больше никаких прецедентов на то, чтобы заявить о праве собственности у нас в стране нет. Скажите, пожалуйста, а вот такая форма, как страхование, вообще существует страхование, на ваш взгляд, в Украине, в частности? Значит, если брать, как бы, в целом, систему страхования предметов культуры, то они есть только на период выставки музеев, которые перемещают свои какие-либо предметы куда-либо, да, то есть, и частные лица, коллекционеры, если они заинтересованы в том, чтобы их предметы были застрахованы. То есть, оперизона такого на сегодняшний день, нет на сегодняшний день о том, что человек, я там застраховал, хочу, там, чтобы вещи были застрахованы в случае, там, утери, пара, то есть, как правило, делается в случае, если. Все знаем многих коллекционеров, которые, конечно же, не будут это делать, у них много находится предметов, там, в квартирах, в формирищах, но системы-то оценки нету, а какая страховать из хозяйских сооружений? Вот, то есть, это страховые на сегодняшний день не пришли, да, они не могут прийти к государственным, чтобы к системе оценки. Система оценки самая, самая различная, там, если это пример, то на сегодняшний день, вы знаете, нет ни стандартов оценки, то, о чем вы сказали, что я, там, являюсь представителем ПК-164, вот, подавалось мной лично и коллективам ученых наших, подавалось ежегодно по 6-8 раз заявки на то, чтобы ввести стандарты оценки, то, кстати, он не прошел. Он вошел, по такой причине никто не объяснял, он просто находит всевозможные отписки и переписки, когда была у нас единая, как я скажу по-украински, комитет стандарта, это было в уровне министерства, его упростили, вот, потому что он заброшел в министерство экономики. То есть, все, кто были специалисты, куда они делят, я сейчас знаю, я не знаю, но сам факт, что специалисты именно в области стандарта, где-то растворились, осталось государственное предприятие, вот, которое взяло на себя функции проверки и правильности написания стандартов, вот. И вот там ты упираешься, если, скажем, директор департамента не хочет, чтобы ты прошел стандарт, ты он не пройдешь, потому что были разные люди, я не хочу говорить фамилии, были разные люди, которые давали указания непосредственно по ТК-164, или стандартов не проводить, это говорили сами сотрудники непосредственно уже этого господоприятия. То есть, вы хотите сказать, специально было поставлено заслон для того, чтобы вы выполнили свои непосредственно функциональные обязанности, ваш комитет, да, для того, чтобы стандарты эти все-таки были в Украине приняты, а на уровне руководства было поставлен заслон, что ли? Вот, вы знаете, как не парадоксально, но вы говорите правду. Почему? Потому что, опять, не хочу называть фамилии, человек, который уже давно увозился, но на заре нашей попытки стандартизации каких-либо правил игры на рынке антиклариата, директор департамент сказал, вы знаете, в культуре стандартов нет и быть не может. Вот, в то время, когда я сказал, что есть, допустим, стандарт номер 1, номер 2, вот, сказал, а это не стандарт, это закон, который мы прописали и прошли мимо нас, мы не прописывали, мы не проверяли этот закон или этот стандарт, это просто закон в оценке имущества, все, его нет, это не есть стандарт, это просто закон. А сегодня всем, допустим, тоже фонд госимущества страны, он им бравирует, что вот у нас есть стандарт написанный, и мы используем стандарт в оценке культурной стандарности, где любой читающий специалист не дает ни единого слова про оценку культурных ценностей, а все ссылаются на то, что оценка делается, ну, все имеются в виду, оцензированные оценщики фондом госимущества делают ссылку обязательно о том, что они пользуются этими стандартами, но хорошо, они пользуются дети в чем. Поэтому после этого непосредственного, скажем, честного, честной оценки культурных ценностей, потому что нет формулы, нету принципов и нету технологий, есть одни, скажем так, разговоры, потому что есть, дословно сказать, что написано в стандарте номер один, оценка недвижимости та имидж, да, ну, то есть украинский или другого, да, то есть если культурные ценности входят в понятие та имидж, тогда мы можем читать их по стандартам, которые, как оценки, это с, где есть коэффициент износа, ну, то есть поэтому цифон, да, ну, ничего не стоит. Вот мы подошли с вами к вопросу об оценке, скажите, пожалуйста, какую роль вообще, вот вы уже начали разговаривать, вообще играет оценка с точки зрения регуляции для музейных работников, то есть это для фондов, находящихся в госсобственности, да, музейных фондов, какую роль она играет на, в отношениях между сменных прав собственности, в судебных, вы имеете свой опыт, и вот хотелось бы ваше мнение, что было бы, если вот была бы правильная оценка, и что есть сейчас, куда дальше движется рынок, в том числе и государственных фондов, потому что мы не должны забывать, что все являются налогоплательщиками, мы все должны относиться к тому имуществу, которое находится на музейном балансе, да, на балансе музеев, и все тоже, в том числе народное. Вот ваше мнение о роли оценки, вот в таком ракурсе? Я с последнего тогда, а если брать частных милиционеров, частных собственников, неважно, людей, которые стали по закону наследниками какого-либо имущества, или приобрели это имущество, опять-таки, скажем, где-либо, имея какой-то такой, не будет документ, дающий право, что это мое, да, потому что то, о чем мы с вами разговаривали, в принципе, любой милиционер, имеющий, скажем так, желание вас наказать, он вас накажет, что там человек, он придет, скажет, это не ваше, у вас нет документов, дающим вам право, говорить о том, что за решетой вы собственник. Вот поэтому получается, что по применному фактору... Так вот, я хотел начать снижать внимание, что законы, которые существуют в нашей стране, они как раз-таки и предусматривают налогообложение с как-то наличие, для вкратения права собственности культурных ценностей, ну, антикварных, неважно каких, но что касается предметов коллекционирования, есть закон, но в законе не прописан, а как, с чего высчитывать сумму, какую нужна сумму налогообложения, если ты этот предмет подарил, если ты этот предмет продал. То есть нет вот самой процедуры, а с чего должен заплатить, с какого минимума должен проплатить человек, который продал то, что получил по наследству, этого пока не знаю. Если мы касаемся музеев, то у меня всегда возникает вопрос, почему в музеях ничего не оценивано. Они оценивают в лучшем случае, когда по закону должны оценивать обязательно при перемещении или при выставке где-либо своих предметов. То есть страховка, опять-таки, страховая компания, она исходя из каких соображений оценивает страховую стоимость? По утере, по каким-либо видам? Я тоже не знаю почему, потому что, в общем-то, старается не страховать, потому что это деньги, которые нужно заплатить в музей. Если музей доставка, то у него, как правило, денег на зарплату бы хватало, да на охрану, а так у него не хватает денег еще заплатить за страховку. То есть поэтому все передвигается или перемещается, ну, как обычно, в принципе, как обычно в нашей стране. Вот поэтому, допустим, есть такие неприятные моменты, как в Триасово-Хмельницком музее, вот, еще в 90-е годы, были выданы неким людям на закон разрешает, вот, на, скажем, галерею картины Иглушенко и прочих художников, там, по-моему, если не помню, нет, сам не знаю, это в пределах 21 картины. Они не вернулись обратно в музей, потому что у них не было ни документов, ни страховки, ничего, и до сих пор музей пытается найти свои вещи, свои, скажем, предметы культурного центра, но вряд ли они их могут найти, почему-то потому что у них, даже фотографий их нету, да, я извиняюсь. Это то, что мы говорим по поводу оценки, или еще чего, касающиеся на сегодняшний день музейных вещей. Мне всегда непонятно, почему вещь, которая хранится в музее, просто находится на, даже не на балансе, она находится в книге, в грузбухе, написана одна, да, и потом, если, почему не возникает стоимость этого предмета, когда он переходит через порог, то есть, когда украли, это уже там 5, 10, 20 миллионов долларов. Почему, когда вещь находилась в непосредственном музее, она ничего не стоила, она просто один, единица. Бесценна? Бесценна, да. Для сотрудников музея она бесценна, у них все бесценно, я тоже понимаю, но вопрос получается так, что если двояки, если оценить все, что находится в музее, то сотрудники музея, особенно хранители, они идут калекологически против. Почему? Потому что на них вешается, как это, сразу же ответственность за эти предметы. А так у них нет никакой ответственности. Нет ответственности. Украли? Ну ладно, украли. Так же в Воронцовском украли, в Переясовском украли, да, везде украли, а ответственности никто не понес, потому что ищут тех, кто украл. И при грамотном адвокате, честно говоря, в моем мнении, то в общем-то, кто украл, он статьи-то не получит. А что он украл? Он украл предмет один. Почему нету нигде, ни в каких документах музея, что есть хотя бы вероятностная стоимость этого избиры, там, миллион, два, три, пять, десять? На самом деле я вас перебью, значит, закон предусматривает четко рыночную стоимость как основную. Потому что то, что вы говорили о страховой стоимости, это договорная. Вот у меня есть в кармане там 100 гривен. Я вам могу заплатить страховой бонус в размере 100 гривен, не больше. Значит, вы мне такую страховую стоимость соответственно не назначен. То есть это договорные виды стоимости, их там очень много, потребительская договорная, арендная, там инвестиционная. Но основная стоимость это рыночная. Рыночная стоимость это должна быть научно обоснованная величина. Правильно я говорю? Правильно. Вы получите правильный. Но на сегодняшний день никто в нашей стране, вот какая она не есть, не хочет заниматься музейным в каком-либо виде частного или государственного именно оценкой рыночной стоимости. Вы хоть сегодняшний день, мы читаем, у нас ситуация допустим неприятная в стране, в восточных регионах, но вы хоть одну статью прочли о том, что там разграбили Донецкий музей исторический или Луганский музей исторический или еще кое-то. Ни одной статьи мы с вами не видели на сегодняшний день. Потому что все эти предметы кому-то ушли, куда-то ушли, где-то уже по претрости ушли в подполье. Не исключен вариант, что через какое-то определенное количество времени мы сами увидим эти предметы, даже которые были каталожены в музее, мы увидим их на рынке. Возможно, на зарубежном. Скорее всего, на зарубежном. То есть никто, на сегодняшний день почему-то никто, у меня такое впечатление, что в музейном деле у нас в этих регионах все отлично. Да, я понимаю, что это не самое главное, но тем не менее, это же наше культурное наследие, это же тоже культурное наследие Донецка и Луганских областей. Но а где они, да? В такой войне, которая идет на сегодняшний день. Никто не говорит о том, что это сохраняется, прячется, вывозит или вывезено. Почему-то, скажем, Донецкий университет выехал в Винницу. А про музеи ни единого слова, нигде интернет нет, что они выехали, они вывезены. Потому что там есть, находятся бесценные, опять-таки, бесценные предметы культуры. Об этом никто никогда, пока еще за год уже, чтаю, не сказал ни слова. Валерий Альбович, ну вот я вас перебью, извините, я хотел бы продолжить интервью в таком ракурсе. Вы провели в Украине, насколько нам известно, беспрецедентный вариант эксперимента по оценке атрибуции, классификации, по-моему, культурных ценств в Переяслове-Хмельницком. В рамках госбюджета, это была целенаправленная программа, вот расскажите про этот эксперимент, про его заключение и какой вот дальше, что вообще из себя он представлял, суть его. Вы являлись руководителем, под вашим руководством было достаточно много работников, аспирантов, студентов, магистрантов, правильно я говорю. Вот вы провели такой эксперимент. Результаты, насколько мне известно, были доложены на крупной конференции, в том числе переданы за рубеж. Вот какой итог всего? Это немножко о самом эксперименте. Вы знаете, это был очень замечательный эксперимент, и чем, можно сказать, огромное спасибо Национальной Академии, находящей к агрокультуре и искусству. Это то, что она в свое время поверила группе ученых, которые пришли преподавать в эту Академию, ими преподавать оценку. Благодаря, скажем, работе и значимости этого научного коллектива была видена отдельная специализация в Академии. Это искусствует оценщик. Эксперт-оценщик. Да, то есть никаких прецедентов не было. И что, к сожалению, можно сказать на то, что было два выпуска магистров стационара и два выпуска магистров-завочников. То есть на сегодняшний день, я думаю, что через очень даже, наверное, короткие промежутки времени эти люди будут пользоваться очень большим спросом. Если наше государство придет к тому, что все-таки оценку должен делать эксперт-оценщик, искусствовед, который имеет знание, имеет опыт, то они, скажем так, любой имеющий, не всегда даже может быть высшее образование, но имеющий лицензии фонда госимущества, потому что об этом мы не будем, об этом говорил господин Капитанский, который лучше знает, как правят права и неправа фонда госимущества, на сегодняшний день в нашей стране, то лицензированных оценщиков будут, собственно, единицы, те, кто имеет именно образование, дающее право на произведение каких-либо работ. Так вот, спасибо бывшему, скажем, министру культуры, вот это отдельная ему благодарность и коллективу, который был за нас в тот период времени, что потом случилось, я не знаю, не знаю, может быть, вот это был первый зам министра культуры Губина Александровна и начальник отдела для управления, это Греченко Сергей Иванович. Вот, в принципе, благодаря этим двум людям, которые когда, скажем, в моем лице академия попросила разрешения на проведение экспериментов за, собственно, средства министерства культуры, они пошли на встречу и непосредственно благодаря, конечно же, отдельное спасибо второму зам министра культуры, это Арсирию, который дал нам возможность финансирования нашего проекта. Проект был интересен чем? Он имел действительно беспрецедентные... То есть это впервые в Украине. Впервые в Украине, вот, за, будем говорить, за существование Украины впервые и в последний раз, наверное, вот, был такой эксперимент. Значит, наша задача была поставлена в том, чтобы на базе одного из музеев провести эксперимент по оценке, скажем, маркировки, вот, и, скажем, в случае, если не было описания предмета, нужно было дать ему искусственное заключение. Вот, так вот, магистры, магистранты нашей академии приехали за, удивительно, но нам было все оплачено в министерском культуре. Спасибо им, конечно, огромное. И на базе Терриостровского музея проделана очень большая работа, реально большая работа, которой, наверное, больше не было и не будет, к сожалению, в нашей стране. Вот, почему к сожалению? Потому что никому, почему сегодня не надо. Сколько людей работало? Ну, 13 человек работало тогда, летом это было это, они не поверили, что бесплатно, потому что академия это платная, вот, но, как это, скажем, магистранты не поверили, что может быть бесплатная практика на сегодняшний день в нашей стране, тем более в академии, где все делается, все обучение платное, соответственно, и практика должна быть платной. Вот. Так вот, мы говорили, там эксперимент. То есть, мы, скажем, каждый магистрант изучил, вот, полностью, да, в оценку 10-15 предметов, вот. Разной направленности. Я бы, как бы, что легло потом по основу уже непосредственно конференции. Если говорить о фоно-практике, то, прежде всего, мы провели первоначальную конференцию с сотрудниками музея, вот, которые пошли к нам навстречу, скажем, разрешая нам пользоваться всеми видами документов и пользоваться тем, что они были, и, соответственно, пользоваться брать, видите, в руки предметы, которые нужно было изучить магистрантам. Начиная там от обычных, скажем, указанских рубашек, заканчивая, там, не гибли, шедевральными вещами иконописи. Вот, потому что, в принципе, я понимаю, наверное, что-то сотрудников музея, научного отдела, ввиду огромного тематического ряда, у них нет времени на обработку всего этого материала, который у них есть. Это все в фондах было, или это и выставлено экспонат? Это в фондах выставлено, все, что нам добавили полное право. Спасибо отдельное депермузее Довгоши Павло Александровичу, который принимал по непосредственному участию, вот, и разрешил, скажем, студентам, как сотрудникам музея работать с предметами. Вот, это, во-первых, дало огромное знание, практические знания своим студентам, а, во-вторых, мы все-таки уже оценили эти предметы и показали, что они могут, что они, какого они имеют рыночную стоимость, о которой вы говорите. Вот, мы сделали отчет о правительной работе, вот, и доложили Министерству культуры, что, за что или за что потрачены были деньги. Вот, так вот, чем было приятно, потому что мы, вот, скажем, у нас была магистрантка, та же, сейчас магистр, соответственно, Катерина Юрченко, она сделала собственное открытие. Да, она, как бы, стоял в некий такой шкафчик, вот, с, скажем, увядшими иконами, вот, и она заняла с изучением непосредственно этого предмета. И за два месяца она доказала, что он уникален. Он уникален, потому что он единственный в Европе. Она написала очень много писем, разные, скажем, конфессии в различные церкви и нигде не получила того, что, как, даже, как он правильно называется. Потому что она, мы хотели, как он называется. Она нашла, потом выполнила дипломную работу, вот, и мы доказали, что это уникальный предмет. И когда он стал жертвенник. Да, и когда он стал жертвенник. Таких нет даже в музее Кремля. Это вот, этого, к сожалению, никто не знал. Это, знаете, как-то отдельное спасибо человеку, ушедшему в жизни, директору музея Переяновского, кто создавал непосредственно Переяновский музей, Сикорский. Вот и где он находил такие вещи, конечно, уже, наверное, ему честь их пола за это. Он создал уникальный музей. Хотелось бы, конечно, чтобы сегодня Министерство культуры обратило внимание к музею. Почему? Потому что у него должны быть заборы. Собственно, и там, вот, как-то, было бы у кого желание воровать, вот они бы воровали и наносили все, что можно. В общем, зачастую, самым таким ужасным способом, там, голову статуям подламывали бы, убрасывали, известно куда. То есть он не находится на том уровне, который должен находиться в музее. То, о чем мы с вами говорили. Почему? Потому что нету оценки рыночной стоимости предметов культурных ценностей, которые находятся в нахранении в музее. Их просто не существует. Поэтому средства, которые уделяются, насколько мне известно, для охранения музея, это отдельная ститья. И она не очень большая. Вот поэтому, или частным образом никому обрабачивается, или еще каким-то образом. Но вот здесь как-то происходит недооценка нашего наследия, о котором мы говорим с вами, что у нас же есть огромное культурное наследие. Но мы почему-то считаем, что его не нужно охранять, не нужно его охранять. Музейские стройники не хотят видеть цифр никаких, потому что это их пугает. Пугает почему? Потому что если украдут, это будет статья тому, кто является хранителем. Или же тому же, скажем, милицейскому органу, который будет отвечать за сохранность. Но я считаю, что наоборот, таким образом можно подстегнуть, скажем, хранение наших, скажем, государственных фондов. Ну, частный отвечает сам, ладно, частник отвечает, но тем не менее, он же отвечает тоже по закону. У нас нет различия, а в законе частный музей или государственный. Это все является собственностью государства. Вот, и если... Заботой государства, не собственностью, я поправлю. Заботой. Собственностью государства. Почему собственностью? Ну, потому что собственность, это эти предыдущие государства, оно согласно нашему закону о музее и музейном деле, плюс закону, который не отменен еще, про перемещение культурных ценностей. И новым, я так считал немножко, скажем так, вариант, который хотел бы ввести новый, принять закон про продажу инвекционных вещей. Вот, то собственник у нас государства. Внутри государства ты можешь распоряжаться, продать, перемещать, давать на выставки, но ты не есть распределитель за границей, да? Ты не можешь... Почему? У нас конституция действует, она выше стоит, она должна действовать. Вот как это, если это моя собственность, то она конституционно должна быть защищена. Она конституционно защищена. Все, что 50 лет выше, это уже конституция не продавательна. Нет, не нарушается вывод конституционного права. Вопрос этот получается, я, конечно, не ко мне, а к руководству страны по одной простой причине. Все пользуются законами, которые написаны до... Кто не смотрит конституцию, международное право. И не смотрит конституцию. А смысл? Хорошо, Валерий, то есть... Есть запреты? Я хотел бы к другому вопросу, вернее, продолжить. Связанное с результатами эксперимента. Значит, результаты эксперимента были, как бы, очень положительные для, как для музея, так и для магистрантов в целом. Вот что мы со своей стороны добились? То есть мы влюбились в том, что практически мы помогли непосредственно перевязку с Тайверского музея и сотрудникам научного отдела в том, что мы сделали на некоторые предметы совсем новые документы. И это им в плюс почему-то, потому что им уже нужно откликаться на эти вещи. А это было не менее 150 предметов. Это очень большая работа для одного-двух человек, которые находятся в отделе. Начальник отдела там поручает. Вот, это раз. Второе, то, что все-таки мы доказали значимость на сегодняшний день этих предметов, как в любом тематическом ряду, что они стоят денег и есть смысл их охранять гораздо лучше, чем их храняют. То есть они стали материальным активом? Они стали, да, стали материальным активом. То есть мы тогда ставили, скажем, полный пакет документов. В том числе мы, например, открывали специально эти все предметы, чтобы не было повторок. Сделали, кроме макросъемки, еще, скажем так, в просторудии стикеры, которые сваливаются, если их отклеивать. То есть все эти предметы мы можем в любом моменте прийти и посмотреть. И что самое главное, мы показали, что это есть материальный актив, который есть, скажем, на балансе, или должен быть на балансе музея. По результатам работы была проведена, скажем, конференция в музее с присутствием представителей Министерства культуры. Вот, и была дана оценка как отличная за то, что была проведена такая, впервые в истории Министерства культуры, как минимум, скажем, работа магистрантов. Вот, значит, мы договорились с музеем о том, чтобы, скажем, ежегодно в качестве практики Академия под руководством профессора Шевенца имела право, начиная со второго курса до четвертого, включительно проводить ежегодную практику в этом музее. По крайней мере, студенты могли заниматься описанием элементов, тренироваться, видеть, скажем, и быть как ближе к своей специализации. Так, я просто хочу заметить, что все-таки переносовский эксперимент, который мы провели, лег в основу международной конференции, которая проводилась потом в Киеве уже, снова-таки, за деньги Министерства культуры. Министерства культуры была на этот период очень заинтересована результатами эксперимента и в Батвадовце культуры... Нет, в Клубе Коминета Министеров. Ну, в Клубе Коминета Министеров была пройдена дежурная конференция с приглашением на нее замминистра культуры Литвы с делегацией из Литвы, с очень, скажем, весомых культур культурой, из России. Присутствовало три замминистра культуры, наши, Украины, внутри еще, на Консеренции. И что было самое главное, что, собственно говоря, как по-украински глава уничий, был министр культуры, и, естественно, сам господин Кульняк, ввел конференцию ректор-академии Чернецович Игнатьевич. И на этой конференции было достигнуто соглашение о том, чтобы в окно на сегодняшний день оценки, маркировки и паспортизации, сертификации культурных ценностей, которые находятся в музеях, легла технология ТЭС. Причем, присутствующие в этот день на Консеренции сотрудники музеев, никто не был, собственно, против того, чтобы непосредственно технологии, которые выигрывали, скажем, по своей, в первую очередь, научности и практичности, все остальные методики, потому что это были не технологии, а методики оценок, вот выиграла технология ТЭС. Потому что она давала максимально полную информацию, максимально точную оценку, неповторимость и, соответственно, маркировку изделий, которые проходили оценку. То есть весь спектр, который необходим для учета, контроля и оценки культурных ценностей, любых абсолютно, любого времени и знания, вплоть до сегодняшнего дня, они, как раз таки, именно вписывались в технологию. Все остальные методики, они не предусматривают такой возможности, более того, они, скажем, не слегка, а достаточно сильно зарушают, скажем, реальную различную стоимость этого предмета. И есть определенные, скажем, конфликты в этих методиках по оценке, по первоначальной оценке культурных ценностей. Потому что когда там за основу, скажем, в некоторых методиках берется воспользоваться сегодняшнего дня, то, скажем, книгу, почему-то они считают лист это по к сердцу. Они считают на период момента, когда она, собственно говоря, издавалась и сколько она стоила. Это, с моей точки зрения, тоже не есть правильный. То есть воспроизводство бывает совсем разным. Вот. И когда прошла конференция, на конференцию присутствовало, если не помню, 78 участников самых различных регионов и, скажем, специалистов именно узкого профиля, как музейщиков или музейных сотрудников, оценщиков культурных ценностей, пришли к делу мнения, в том числе, скажем, три министра знаний культуры, плюс начальник отдела по охране культурной спадщины, как его фамилия, Грановский, он сидел возле Нерайдера и он тоже поднял руку за, что да, они согласны с такой методологией. Ну, вообще, на самом деле, там было решение такое, которое говорит о том, что наступила пора стандарфизации. Правильно? Так вот, я... По вашему просу, непосредственно, по стандартам, что должны быть в музее действовать стандарты, которые защищают культурное наследие для всей страны. Не одних только музейщиков интересы представляют, там, узкие, а потому что музейщики поставлены, как государственные чиновники, на определенные функциональные должности, да, потому что собственником-то является мы с вами, мы налогоплательщики, мы граждане этой страны. Ну, Михаил Иванович, вы как-то завершили, скажем, ответ мой, потому что, действительно, основная цель конференции-то было это, действительно, введение в действие стандартов, которые могут, именно стандартов Министерства культуры, как ведомственной, вот, ввести, скажем, в жизнедеятельность музея, вот, но такого не получилось, и, наверное, потом... Что так, что, ваша версия, что потом произошло? Почему музейщики восстали? Ну, музейщики восстали по одной простой причине, что, ну, как бы, меня лично господин Первого обвинил в том, что я хочу заниматься разграблением государства в виде, скажем, залогового стоимости, монетизации культурных ценностей Украины. Вот, ну, в первом углу, из нашей с ним беседы, которую он не предупреждал, что он будет стать только то, что ему нравилось. Ну, вот, собственно говоря, и была такая музейная виния он написал статью о том, что мы, вот, некая группа ученых из Академии культуры, мы пытаемся, вот, типа, всем монетизировать, ввести культурные ценности в обиходке для того, чтобы заложить их, потом успешно их... Мы пройдем, мы пройдем деньги тогда, чтобы должны это все мы будем отдать, вот, ну, я улюблен, конечно, такую, скажем, скудность и мышление господина Первого, но в таком случае вот, Леон, что-то совсем не понимаем. Вот, поэтому наша задача была, это, скажем так, мы не сотрудники музея, для того, чтобы наместить в нем порядок, мы были те люди, которые рекомендовали, как институт стандартизации, согласно действующему закону, не выходя за рамки законов, не хочу приводить там, эмбаррировать знаниям законов, их номеров, которые должны были выполняться еще с 98-го года, они не выполняются по сегодняшний день, и последний в том числе, потому что наша страна, ну, отдельная страна, вот, которая живет по своим неписанным законам, вот, и кому-то дальше было не надо, это не надо было, сотрудников музея, понятно, они боятся ответственности, не хотят, потому что согласно их действующие на сегодняшний день законодательства, я понимаю их страх в чем? В том, что закон про музеи, это музейное справа, он разрешает с музеев выдавать на выставки, в галереи, любые предметы, которые находятся в музее. Ну, как жена Юсенко, например. Да, музей, то есть, он разрешает, он не запрещает взять в любом музее любую вещь, так, оформлялись кабинеты бывшего министра образования, вот, табачника, там, и других, ему же подобных людей, вот, брались картины из музеев Киева, оформлялись, а потом эти музеи почему-то пропадали. Это не я придумал, это статьи, которые есть в интернете, вы можете прочесть о том, что из музея. Ну, только известно, что в Кагмине подменку сделан табачник, организатор, он был всей этой схемой. Потому что самое простое, что произошло для, скажем, подмены, копировать взлочника достаточно просто, вот, но повезите его тоже на стену, вот, но дело в том, что, скажем так, для этого музея, который, я не помню его фамилия, который там не менялся, ну, по-моему, музей истории мурии или музей Киева, вот, он отдал картины, как положено по описи. Ну, картина Глушенко, там, водопад. Одна? Одна. Картина Глушенко, там, художественный музей. Одна? Одна. То есть, вот, он по названию. Коллектор был Мельник тогда, который был. Да, вот, тем более, ну, еще очень интересная личность, вот, Мельник господин, вот, он отдал, отдать он отдал, по описи. Вот, знаете, как в мультфильме про Простоквашино. Крова одна, серая с пятнами одна, вот, по описи. Одну сдавать я не буду. А то, что выдала кровь, теленка, это уже моя, мой теленок. Вот, то же самое здесь было. Одну издал, вот, приходит потом Мельник и выбирает картины, а там видит, что там... Хорошо уже поменяли. Да, он смотрит, что они свеженаписанные, вот, это же хорошо видно, он же все-таки специалист, вот, наверное, неплохой, хотя он не подумал, что могут с ним так поступить. Из пяти картин ни одной, ни одного оригинала не было. Все были уже нарисованы кем. Ну, написано «Глушенко», еще, еще, там же. Причем, потому что, опять-таки, снова нет правил, нет правил, четких, регламентированных законов по той же выдаче, скажем, тех же картин для, там, просмотра, для галереи, для кабинетов. Их нет. Нет маркировки, нет оценки, ничего я ему передал, надо и передал, ну, и родной им передал. И господин табачник почитал, что, а почему бы я не могу себе их взять, когда они мне нравятся, и «Глушенко» был тогда достаточно в цене. Вот, ну, и себе я спокойно приобрел за бесплатно, ну, всех за бесплатно. Понятно, что я вас перебью, значит, чтобы уже перейти к следующему сюжету. То есть, вывиток-то плачевый получился, как я понимаю, да, связанный, наверное, с вообще со стратегией и с позицией господина Януковича, как мы знаем, в Нижегорье оказались очень многие музейные экспонаты, в том числе шедевры мирового уровня. Сейчас уже эта новость, об этом все говорят. Ну, видимо, вот эта система перекочевала. Как вы думаете, новое правительство сейчас Порошенко, оно будет заинтересовано в развитии стандартов? Ведь Порошенко, в свою очередь, возглавлял Минэкономикой, Минэкономразвития. Вот, по идее, вот ваш прогноз на то, что как будет развиваться музейное дело и как будет развиваться частное музейное дело. Вот ваше видение, два слова буквально. Я закончу мысль по поводу господина Януковича и господина Азарова. Скажем так, выполняя функции первого заместителя директора научно-исследственного института стандартации и лицензирования в культуре. Ну, и лично кем-то было написано неоднократно просьбы и письма на президента Януковича, на господина Азарова, премьер-министра, в министерство культуры. Почему? Разрешение конференции, когда 78 голосов было за из 78, СМИ о том, чтобы принять нашу технологию, которую мы разработали и практически доказали честность, справедливость, правильность всей технологии, которая просто необходима на сегодняшний день для нашего государства, как взятие за основу. Можно было что угодно в ней менять, но есть научная точка зрения. Вот мы свою научную точку зрения, мы доказали практически. Никто кроме нас на сегодняшний день в Украине не может, да, наверное, даже в Европе не может, подтвердить подобный эксперимент и доказать, ну, правильно, три системы, три методики и одну технологию, как правильно на сегодняшний день учет контроль. Так вот, я просто хочу закончить свою мысль по поводу введения дел. Мы не пытались влезть, скажем, в делопроизводство музеев. Мы пытались доказать свою точку зрения на сегодняшний, как нужно, с научной точки зрения повторюсь. Почему? Потому что мы так доказали, как оно должно работать и будет работать в любом случае. Я понимаю, скажем, музей сотрудников, им ничего не хочется ломать в своей жизни. Они так привыкли, им так удобно. И вот пока не придет новое поколение молодых сотрудников, специалистов, которые будут работать на этом знаке, ничего у нас не продвинется. Ни никто, ни шаг, ни вправо, ни влево. Руссия расстрел. Порошенко же сейчас необходимо менять всю экономическую систему. Вы знаете, я не хочу по поводу Порошенко выказаться вообще, потому что, скажем, что думает Порошенко, мне трудно понять. Я честно, я не понимаю. Если раньше я думал, что я все-таки понимаю движение, направление линии, которые он будет вести в стране, господина Порошенко, то сегодня я ее не вижу. Хорошо, а вы идете в музейную сферу? Да, давайте в музейную сферу. Что будет делать господин Порошенко, я не знаю. То есть вы оцениваете пессимистично прогноз с точки зрения работы изменения системы музейных сфер? Нет. Пока министр культуры будет не специалист в области культуры, материальной культуры, вообще не о чем. А материальной культурой сложно. Почему? Нищук, господин, он прекрасный певец, декламатор. Я не спорю с его личным и качественным как человека. Я спорю с ним как специалистом, который ответил на ноль в этом. Материальной культуре. Он просто певец. Ну, сейчас остался господин Багутский, который прошлый советник, он сейчас до сих пор единственный действующий советник, который будет культурой. Ну, вопрос в иллюстрации, почему бы я не коснулся господину Багутского. К вам вопрос такой. Вот что вы скажете как коллекционер, вы коллекционер известный с точки зрения своего предметно-тематического направления. Вот расскажите пару слов об рынке вашего направления, потому что это отдельный сегмент, и о том, насколько инвестирование в этот предметно-тематическое направление актуально, как оно прогнозируется, на ваш взгляд, предметно-тематическое направление старопечатных книг, как предмет инвестирования. Вот про эту тему. И для наших слушателей, я думаю, будет очень интересно узнать вашу точку зрения, как опытного человека, к тому же вооруженного и профессорскими знаниями, и научной подготовкой. Не только кто-то как коллекционер, как практик. Я шла бы в этом направлении. Конечно же, я считаю, что, опять-таки, как коллекционер старопечатных книг, что это очень благодарное дело, во-первых, все-таки, действительно, сохраняешь то культурное наследие, которое было присуще, пусть я думаю, региону страны, в 17-м веке, в 16-м веке, в 18-м веке, в 18-м веке. Можно проследить много разных работ, проследить развитие или же неразвитие, скажем, того же печатания на Украине, территории, где находилась Украина, потому что сегодня это вопрос, иногда говорят, риторический, была Киевская рост, не было. Но сам факт, в регионе нашем, да. Так вот, скажем, я вам скажу, что и тогда, в те времена, в 17-м веке, это, в общем, было очень и очень выгодное дело отпечатать книги. Ну, в том числе, или церковные, и не в том числе, а церковные. Вот, это дорогостоящие, очень дорогостоящие были предметы, они там хранились, ценились очень, очень в скуфте-то времена, что до сегодняшнего дня, когда эти книги прожили по 300-400 лет. Вот, в них есть записи очень интересные, маргинальные, которые могут, скажем, пролить цвет на некоторые моменты, иногда очень, скажем, известных людей. Потому что, кроме того, что читались различные, скажем, молитвы, еще что-то записывалось. Людьми писалось, священниками писалось, просто людьми писалось, какого это было. И я, конечно, благодарен людям, тем, которые умудрили все это сохранить, для нашего, в целом, для человечества. Не пытаться на провокацию, не жечь по временам всеобщего сожигания, все, что касалось церкви, воинствующего коммунизма, когда был лозунг пленума или съезда в НКСН, сжечь, уничтожить 1200 или 2000 церковных книг, то книги остались, скажем, на сегодняшнее мнение в очень малом количестве. Найти хорошую, дорогостоящую, дорогостоящую книгу сегодня очень и очень трудно. Рынок книжный, скажем, появился, именно антикларный класс, не букинистический, но тоже есть некоторые вопросы, разделился на дешевые, очень дешевые, и дорогие, и очень дорогие. Вот, дешевые можно найти, чем пока книги, то они уже… А дешевые – это сколько? Ну, до 1000 долларов, скажем. А вот книга. А дорогие там до полумиллиона, найти очень трудно. Трудно, и есть покупатели, которые готовы сегодня заплатить такие большие деньги. То есть я там не буду брать, например, у кого есть Пересопинское Ивангрие, да, что стоит просто баснословные деньги. Значит, даже не в качестве рекламы, а то указут еще, я знаю, музей, в котором оно есть, хранится. Значит, скажем, первый пост Павел Федоровский импетиславский московский. Вот на год, ну не более чем, год максимум полтора, на московском анационе его лот дошел до полумиллиона, 480 тысяч долларов. Было пропано в «Россиянин». Вот, значит, но сегодня оно, опять-таки, запрос его найти. Вот их там единицы, собственно, есть какой-то на руках. Вот, поэтому цены на вот такие, скажем, предметы очень и очень дорого стоят. И есть покупатели, и, скажем, кто готов купить и приобрести для библиотеки. Я молчу вообще ничего не по поводу первого покупателя, хотя так, книжечка там, восьмерочка маленькая. То есть ее первоначальная стоимость даже не меньше 300 тысяч долларов. Просто не меньше. Есть у нас в стране хранители его. Но в музее, допустим, книги, у них только листики букваря, у них нет полного букваря. Единственное, который самый известный букварь Федорфский, он хранится в Нью-Йорке, в Центральной Библиотеке. У нас... Как попал, это отдельная история, но сам факт, что там эта букварь есть. Вот, если говорить там, самый интересный, самый знаменитый бренд Астрожская Библия, почему бренд, потому что бренд, это самая сохраненная книга, потому что известных только по каталогам Исаевича запаска, это 342 изданий. Вот, хорошие издания. Ну, в музее у нас, там, скорее, сейчас там, минимум 2 в Центральном Библиотеке тоже штук 5. В общем, их много сравнилось. Но стоимость, как она все-таки считается как-то основой основ книг Украины, цена тоже самая разнообразная. Вот, как, в России можно много, она там, по оценкам, доходит до 2 миллионов в свое время. Сегодня из Москвы, где-то из московской губернии, скажем, можно найти там, она им уже не интересна, по всей вероятности. Вот, где-то порядка 150 тысяч долларов. Вот. Но их много, их много сохраняют. Это хорошо. Когда вещи, там, в одном-двух экземплярах, они стоят безусловно деньги. Это почему, допустим, плакат, там, у девушки в нормальном виде, с чепчиком на голове, современная, стоит, там, 8 миллионов фунтов, для меня вопрос, почему книга стоит, которая прошла жизнь, и не одну жизнь, а массу жизни и поколений стоит, может стоить дешевле. Имеет уникальные гравюры. Да, имеет уникальные гравюры, вот именно, и это тоже самое основное качество. Книга на сегодняшний день, и она стоит так дешево. То есть, у меня там некий вопрос. Нелогично. Нелогично, абсолютно. И когда ты понимаешь, насколько, допустим, американцы любят свою книгу-культуру, там, «Птица Америки», то это минимум полтора миллиона долларов стоит. 14, 12 миллионов долларов. Птица Америки. Ну вот, да, а, ну, и «Единица», которая первая, там, была «Птица Америки», и не очень дорого стоит. Вот. Поэтому, и есть книги, которые стоят, «Птица Америки», это, почему «Марка», там, переворот, это же несколько, «Понт» около 20 миллионов долларов стоит. «Марка». Почему «Марка» столько стоит? «Марка» — это 800 тысяч, в зависимости от того. Да. Ну, их там 100 марок известны. Да, ну, почему так? Она стоит, ну, это же, получил бумаги, собственно говоря, но он будет стоить. Почему как книга может стоить? Нелогично. То есть, вы рекомендуете коллекционерам обратить пристальное внимание на инвестирование денег инвесторам, собственно говоря, даже не коллекционерам, а инвестору всё равно. Ему безразличны ваши вклады. Главное, чтобы маржа была, прибыль была, и чтобы предмет был всегда в спросе на ту цену, которую рассчитывает получить уже с прибыли свои инвесторы. Ну, я скажу так, что, допустим, прижительные, даже если обратить пунктическую книгу, прижительные издания, там, Пушкин, Власий, Украинский, Шевченко, они стоят и сегодня больших денег. То есть, даже вот на нашем, скажем, нищем рынке Украины, вот, первый комзай, он стоит 25-30 тысяч долларов. Вот. Власия Украинка, которая, как бы, вот ее издание, там, сочинение, вот такие вот, да, вот, он стоит 3-6 тысяч долларов, да. То есть, не падают в цене вот такие вещи. Поэтому, если человек, который имеет деньги, уже однозначно, он достаточно умен, экономически подкован, грамотный, нет у людей, которые не имеют, скажем, специализации, высоких хороших экономистов, там, сотен миллионов долларов, вот, нету таких, не знаю, к сожалению. Вот, поэтому, соответственно, человек грамотный, умный, все, кто с деньгами, они будут вкладывать деньги. Вот мы про инвестиции в книги. Я хочу просто сказать, что я не верю в то, что существуют безданные или бестолковые миллионеры, и они заработали свои деньги, просто так оно... Но они в черный квадрат десятки миллионов вкладывают, в эти самые, в поллока, эти, как и в кляксы, Роршаха, или там, что там, в ее картину хоть так, хоть так вешай, вкладывают сотни миллионов долларов. Вообще неплохо изучили рынок. В этом случае... Может, не советники такие? Ну, вот, имеется через советников. Вряд ли там, человек будет, там, заниматься изучением. Ну, скажем, да, популярно, малее, что-то в очередной квадрат стоит денег, там, или еще полксо денег, или, вот, Хёрст стоит денег, вот, то есть, вот, это же где-то пиар, где-то какой-нибудь там... Пиар, геометрическая прогрессия. Да, да, о какой-то необычности. Но это, как правило, проходит, то есть, что-то у нас с Хёрст тоже забыли, прошло всего лишь два года, о нем никто не вспоминает, там, с его коровами, там, и с другими гениталиями. Ну, вот, но что-то господина Пинчука это заинтересовало, значит, он видит в этом культурное наследие... Потому что душа у человека. Да, душа такая к этому же, да. То есть, здесь все зависит от... Но, знаете, как я говорю так, все проходит и уходит, но почему-то книги как оставались, так и остается на сегодняшний день, тем ценным материалом, который ценен не только тем, кто у них написан, но еще дополнительным содержанием. Они же, как правило, наполнены еще чем-то. То есть, они имеют колоссальный инвестиционный потенциал, по-вашему, то есть, они не дооценены сейчас? Да, ну, почему-то, я что, не стоит там... Гутенберг не стоит, не стал стоить дешевле, да. Он стоит только дороже, и со временем он еще дорожает. Да потому что мало Гутенберга. Так же, как мало Федорова первых этих самых изданий. И они сегодня в Украине стоят денег. То есть, почему-то человек, который имеет хорошие деньги, он покупает и делает себе шикарные люди, потому что он понимает, как инвестиционный привлекатель, он умен, я хорошо его знаю, он реально умен, и собирает именно сейчас только самые дорогие издания. То есть, сегодня в нашей стране, когда кризис, он все равно покупает дорогие книги. Это о чем-то говорит, да. Да, они стали дешевле, сегодня выгодно покупать. Потому что оно стало дешевле, и люди пытаются как-то выжить. И поэтому продают, бывает, сбрасывают очень интересные вещи, потому что он рассчитывает, сколько у нас денег в ближайшее время, на год, на два, и его устраивает, потому что что будет дальше, неизвестно. Поэтому продаются иногда некоторые вещи абсолютно бесценны. Вот здесь вот, когда не существует то, о чем мы с вами говорили, изначально рынка, которого не существует, да, есть базар. Я предложил, вы выборы торговались, я вам продал и купили. Грубо говоря, вы говорите так, что можно купить Мерседес пока еще по цене запорожца. Да. Да, то есть в отношении книги. Совершенные, да. Ну, даже в мапах, в общем-то, потому что реально... Ну, вот последний к вам вопрос такой, или как бы, чтобы вы в камеру, что-то, что вот вы пожелаете государственным чиновникам, чиновникам таких организаций, как ЮНЕСКО, как интерпол, правительство. Вот ваша точка зрения, как специалиста и как руководителя комитета, который призван делать стандарты в стране, которая не хочет почему-то это делать. Ваши пожелания, что бы вы им рекомендовали? Прочитайте МСО-1, по моему пожеланию, в котором все четко написано, да, международный стандарт оценки. Там есть прописано, что подразумевается под оценкой и какова она должна быть. Но для того, чтобы выписать потом МСО-1 в части, касающейся на сегодняшний день стандарта оценки в Украине, для этого нужно поработать хотя бы лет 10, да, как наш коллектив, если не больше. Потому что все остальное – это нечто, попытка каждого отдельного, там, умного, высокообразованного человека что-либо довести, но это мое, да. Мы не думаем, что это мое лично одного человека. Это коллективная работа, которая проходила ни один год, ни в одной, можно сказать, даже стране, ни на одном предмете. Я просто вам приведу маленький пример на сегодняшний день. Вот так получилось. Буквально, там, вчера мы попросили посмотреть оценку шахмат, который сделан, там, тремя-четырьмя человеками на сегодняшний день, специалистами. Вот сколько могут стоить они на сегодняшний день. Вот я посчитал оценку, я не буду называть фамилию оценщика, не буду называть организацию, которую ты сделала, чтобы никакой тогда не был пиар. Но она сделана, честное слово, отвратительно. Отвратительно почему? По одной простой причине. Там написано, все, что написано, это десять процентов, которые нужно было в эту оценку. Все осталось в десять процентов, это просто, если не вода, то не совсем правда. Зачем человеку знать, существование на рынке, а рынок существует, какой-то такой. Он попросил оценить его столик, как произведение искусства и шахматы из салоновой козьки. И больше ничего. А там столько всего описано, что, знаете, даже из двадцати листов там нужен один листик, всего лишь навсего. Его подход к оценке наук, скажем, очень плохой, да, не хочу, там, отвратительно, плохой. Почему? Потому что, приведя к перечине законов, которыми он пользовался, нужно отвечать за эти законы, чтобы ты ими пользовался. И этими законами он даже, наверное, их не читал. Потому что ни в одном из законов, ни в одном стандартах написано про оценку технологии или методику оценки непосредственно культурных ценностей на сегодняшний день. Ни в одном. Но, провести, хотя бы, в качестве примера МСО-1, где написано, что можно использовать сравнительный метод и можно использовать здравный метод, то это написано там, а не в другом законе, не предусматривающем ничего. Вот. И он сделал по-своему, как бы, оценку, ну, немножко, как бы, по мне, не совсем честно по отношению к тому, что он сделал. Но это такое дело. А у нас стройная, выстроенная система и технология, которая позволяет. У нас никто не может, если кто попадается, пожалуйста, мы готовы с любым специалистом оппонировать, слушать внимательно, доказывать ему, в чем мы правы. Потому что у нас есть единая технология оценки, которая позволяет проверить любому специалисту. Она описывает полностью именно предмет и каждую цифру, за которую мы отвечаем научно, с научной точки зрения. Маркировка обязательная, соответственно, и сертификат мы даем на этот предмет. Человек написал оценку, у них, согласно их требованиям, скажем, полгода, все, через полгода я от оценки скажу, зачем человек заплатил деньги за нее, я не знаю. Банк не заплатил, отдал, получил. Полгода он не продал, оценка была в 2009 году, уже прошло пять лет. То есть я уже как покупатель, там, какой-либо, он может сказать, ой, вы знаете, эта оценка уже не интересна, потому что она уже не имеет никакой ценности. Вы переделайте новую оценку, тогда будем с вами разговаривать. Мы так не поступаем. Сегодня мы предлагаем ввести единую систему оценщиков, единый, скажем, спектр, который будет предусматривать все, что касается по оценке, по культурным ценностям в стране, имея каталоги, имея, скажем, данные, базу данных обязательно во всех предметах, которые будут продаваться. Если человек хочет продать, он, соответственно, делает оценку и оценщик вносит в базу данных этот предмет. В любое время можно на момент сделки взять в базе данных оценку, сделать ее корректировку по курсу или по, скажем, по дополнительным изменениям. Если люди перечитывают пенсии, учитывая всевозможные кэффициенты, то уже перечитать за год, за два, за три оценка, которая была сделана тогда, это не есть проблема. То есть не надо, мы не хотим брать лишние деньги или постоянно, а вот полгода, через полгода еще. Вы, конечно, рекомендуете чиновникам прислушаться к технологии ТЭС. ТЭС, а вот с точки зрения ваших глобальных пожеланий, как вы видите модернизацию всей страны, с точки зрения Украины в частности, с точки зрения вообще подхода, может ли, на ваш взгляд, чиновник или государственный деятель изменить систему в лучшую сторону, чтобы народ достал? Потому что у каждого есть какой-то предмет, фамильный предмет, там, самоварчик, кулончик, колечко и так далее. Картинка какая-то осталась, да? То есть, в принципе, предметы быта, это же тоже все относится к культуре. Вот что вы порекомендуете чиновнику, чтобы он все-таки стал на стражу интересов, вне зависимости от формы собственности? Вот буквально два слова. Знаете, это глобальный такой вопрос. Что пожелать им? Для человека пожелать, чтобы они посмотрели, что у них есть, у них за кормах, у их родителей за кормах, милых детей. И посмотрели, а что с экономической точностью, а что это стоит? Стоит ли это что-нибудь или нет? И если это не есть актив, то это, ну, хорошее, вечное, там, в интерьере, еще, может быть, там, в хранилище, но это не есть, это как строительный материал, это ничего, да? Более того, у них нет никаких прав на это, что у них есть. Они должны об этом не забывать, что прав собственности у них нет. У большинства нет, я не знаю точно, потому что процедура достаточно сложная и непонятная на сегодняшний день, как задекларировать права собственности на любой предмет культурной ценности, который находится у тебя в коллекции. Если они призадумаются и скажут, а на основе ничего оно у них есть, те, кто более-менее это хорошо понимают и умные, они сразу достанавливаются, оформляют это как дарственное, еще как угодно от родителей, они делают документы, дающие им право, что это мой предмет, моя вещь. Пока они этого не поймут, что все, что у них есть, это не их, они никогда не придут к тому, чтобы сделать общим достоянием каждого, скажем, гражданина Украины, то, что у них есть. Все на все. Ну что, спасибо вам большое. До следующего раза. Спасибо.